Им не суждено было дожить до победы. Солдаты и офицеры Великой Отечественной. Получив тяжелое ранение, они мечтали поскорее вернуться на фронт, бить проклятых фашистов. Но раны были настолько тяжелыми, что забрали у них самое ценное – их жизнь. В Буйской земле похоронены бойцы, умершие от ран в наших госпиталях. Раненых лечили и выхаживали в зданиях школы номер 1 и номер 37 и в городской больнице в центре города. Хоронили погибших в братские могилы. Одна из них расположена в парке Белинского. Буявляне помнят о работе госпиталей, чтят память тех, для кого Буйская земля стала последним приютом. Ежегодные ученики школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова и школы номер 37 проводят в парке Белинского праздничный митинг. Торжественные речи, минута молчания, возложение цветов – все это было и в этом году. Много лет на этом святом месте мы встречаемся для того, чтобы почтить память. Память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Чем же свято место, на котором мы с вами находимся? Мы у братской могилы. Дело памяти каждого – чтить память тех, кто отстоял нашу свободу, кто погиб, защищая Отечество. Нет семьи, наверное, в нашей стране, кого не коснулась эта война и каким-то образом, значит, повлияла на жизнь каждой семьи. Сейчас, только, наверное, в нашей стране данная война называется Отечественной. Везде она звучит как Вторая мировая. И не зря она у нас Отечественной называется, потому что все Отечество, вся наша Родина, благодаря своей сплоченности, самоотверженности, патриотизму, держала победу в этой войне. Для нашего поколения самое, наверное, важное – это сегодня чтить память от всех погибших на этой войне. Также обеспечить достойную жизнь ныне здравствующим ветеранам. Наш город находился далеко от линии фронта. Несмотря на это, Буй помнит всех своих героев – и фронтовиков, и тех, кто самоотверженно трудился в тылу. В их числе и сотни буевлян, работавших в сельском хозяйстве на предприятиях города. Среди них и труженики железнодорожных организаций, чья работа все военные годы строилась по единому принципу – все для фронта, все для победы. Станция Буй имела важное стратегическое значение. Враг неоднократно пытался нанести удары по железнодорожным путям близлежащих станций, чтобы отрезать буй от сообщения с восточным направлением, а в первую очередь со столицей. Буйские железнодорожники полностью перестроили свою работу на военный лад, чем внесли неоценимый вклад в общее дело Великой Победы. Мы гордимся железнодорожниками, которые на фронтах и в тылу врага самотверженно завоевывали Великую Победу. Труженики специальных формирований, работники железнодорожного транспорта, воины железнодорожных войск обеспечили и приближали нашу победу. Из них 127 железнодорожников награждены Великими Государственными наградами. Я, допустим, сегодня шел на исключительно патриотических чувствах, потому что память предков надо чтить. У меня тоже дед, прадед воевал. Он был артиллеристом, прошел всю войну. Я пришел чтить память, хоть он и не здесь похоронен. Обязательно помнить, это наша обязанность. Я к этому празднику отношусь с уважением всех людей пожилого возраста и взрослых. Когда я шла в школу, я поздравляла, потому что я считаю, что они достойны этих поздравлений. Если бы наши деды, прадеды, отцы не участвовали бы в этой войне, то, возможно, сейчас бы мы не справляли 71-ю годовщину победы. Я надеюсь, что в следующем году ветераны еще будут приходить на такие праздники, как, например, у нас сегодня. То, что у них еще будут силы посещать нас.